В отделениях почтовой связи продолжают принимать гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Накануне первые несколько посылок отправили представителя открытой молодежной администрации Ненинского округа. Подробности прямо сейчас. Девушки бережно упаковывают макароны, рис, гречу, тушенку, сахар и сладости. Помимо нескоро портящихся продуктов, в гуманитарных посылках средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости. Носки мужские, женские, детские, потому что, думаю, с этим, наверное, тоже проблема. Средства гигиены, шампуни, мыло, зубные щетки, зубные пасты. В общем, все первые необходимости вещи, которые, думаю, понадобятся. О сборе гуманитарного груза для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, общественники узнали в интернете. Решили не оставаться равнодушными к чужой беде. Абсолютно все поддержали эту инициативу. Мы очень быстро собрали деньги личные на то, чтобы осуществить закупку. А закуп осуществлялся по самому необходимому. То есть мы посмотрели, это то, что мы используем сами в повседневной жизни, то, без чего мы не можем. Таким образом, в Иркутскую область отправили первые пять коробок гуманитарной помощи из Ненинского округа. Кстати, принять участие в акции, организованной общественным телевидением России и почтой, может каждый житель страны. К бесплатной пересылке принимаются средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяло, нескоропорчащиеся продукты питания, мобильные телефоны и другое. Все населенные пункты и руководители отделения почтовой связи уведомлены. У каждого есть соответствующие инструкции. Принимаем в любом отделении по Ненинскому автономному округу. При оформлении гуманитарной помощи выдадут чек, в нем будет номер. По этому номеру можно отследить доставку данной корреспонденции до адресата. Отследить можно будет по личному кабинету, либо на сайте Почты России. Отправка уже использованных вещей не допускается. Адрес, по которому следует направлять посылки, вы сейчас видите на своих экранах. На почтовом отправлении нужно указать гуманитарная помощь.